Для городского охотника Каждый свободный день, а уж тем более свободные выходные Это возможность вырваться из бетонных тисков города Навстречу своему любимому увлечению Навстречу тому, чего жаждешь всей душой и что снится ночами При этом значительную часть времени приходится отводить на дорогу Колеса автомобиля отматывают километры пути И с каждым километром все сильнее разгорается в груди нетерпения Все сильнее охватывает волнение предстоящего охотничьего азарта и единения с природой Звучит это все несколько пафосно, но иначе сложно передать свои внутренние переживания Короче говоря, еду к родителям, а оттуда на охоту На следующий день я выдвинулся на утрянку Красота вокруг была непередаваемой А вот лет утки довольно слабый В предрассветных сумерках, еще практически в полной темноте Было пару налетов, результатом которых стала одна битая утка А затем длительное затишье Сами выстрелы я не заснял Камера не справлялась с предрассветной мглой И на экране в итоге была лишь полная чернота Да и с битой мною уткой случилась какая-то непонятная история Утку достать не получилось Точнее я ее потерял, найти не могу Бита была она чисто По одним выстрелам прям упала и все, и лежала И она на воде долго была Оставил ненадолго, пока ходил за забродниками Пришел, нету, я ее найти не могу Что случилось, не понимаю абсолютно Самое главное теперь суметь еще выбраться отсюда То есть вниз я спустился на автомобиле Дождь, там глина А резина у меня чисто шоссейная Конечно, понижайка, блокировка это хорошо Но без нормальной резины не вылезешь Выбрался я, тем не менее, вполне удачно Заехал домой за отцом И мы отправились на ходовую охоту Ну вот, это полная фиаско Ехали на Утина и Эльдорадо Я патронов набрал, как на войну В прошлый раз здесь был такой лед Ни разу в жизни такого не видели Ни я, ни отец Устали, конечно, в прошлый раз страшно Там тропы топтать приходилось самостоятельно Трава выше роста Зато в этот раз приехали Тут уже и площадки под машину готовы И вдоль Болотин озер тропы натоптаны Ну вот, видимо, и утка наша вся добыта Ощипана, разделана И, наверное, уже в казане шулюм приготовлен Ну а нам остается ехать дальше Безрезультатно обойдя несколько озер и болотец Отправились к уже известному вам по одному из прошлых видео Медвежьему озеру План был все тот же Я со своим полуавтоматом иду туда Куда должны полететь поднявшиеся с воды утки А отец с горизонталкой подбирается к сидящей на воде птице Однако в этот раз все пошло несколько не так, как я рассчитывал Нет, утки ожидаемо пролетели именно там, где и должны были пролететь Пусть и далеко не все Но вот со стрельбой я откровенно оконфузился В отличие от меня, отец сделал лишь один выстрел Но результат вышел принципиально иным Селезень похожа На воде или в лед? Да Слушай, ну с полем Причем первым выстрелом я сразу двух зацепил Красавец Смотри, где она была Вон смотри, она отвернула сейчас Вон лежит Вон перед палкой лежит Ого-го-го-го-го Смотри, она опять с водой Вижу-вижу-вижу Но придется за забродником лезть В машину Смотри, не вижу О-о-о Да сейчас она Все Чтобы достать битых отцу муток Мне пришлось идти к машине за комбинезоном и чудо-удочкой Таким специальным приспособлением Изготовленным папой для доставания битой птицы с воды О ней я расскажу чуть позже Удочку-то взял бы сразу Затем Здесь я испытаю Сейчас я его вытащу, тебе отдам А зато и кудочкой пойду Свободными руками О-о-о, видишь Чуть-чуть не хватает Вот сапог Красавец Голова уже наполовину зеленая Да, уже конкретный Можно сказать Красивого ты селить не взял Теперь, прежде чем лезть за второй битой уткой Расскажу непосредственно о чудо-удочке Как я ее называю Вот такое вот приспособление Вот такая вот удочка Чтобы вытаскивать утку с воды Ну и естественно Если утка не сильно далеко от водки От берега расстояние позволяет Телескопическая удочка Советская, старая Вместо лески вот веревка Поплавок вот такой И крюк-проволока Соответственно, если расстояние позволяет Мы раскладываем телескопическую удочку Достаем Просто ею Если нет То используем крючок Поплавок, крючок берем Забрасываем в сторону утки Ну и к себе потом подтягиваем Собственно говоря В прошлый раз Когда я начерпал воды Я примерно так утку и доставал Первую я достал удачно С помощью вот этой вот удочки А до второй Я дойти не мог Там большая глубина Я воды набрал Но по крайней мере Вот этим приспособлением Я ее подтянул К себе Смог взять Иначе я бы ее вообще не достал Или бы реально пришлось раздеваться И вплавь за ней плыть Понимаешь Вон она, да? Да, вот где Вон три ствола Мы же будем пробовать Что-то старайся идти Где эти Наверное, повыше Где березы И вот Ты понимаешь Смотрю Она потрепыхалась И затихла Тоже Но я все Расслабился Готов Вон смотри Она как трепыхнула Нырь И нету ее Вот скотина Не ругайся Обманула меня Сейчас придется еще Наверное За лодку идти За своей-то узкой Готов на лодке плыть? Не, ну могу и Смотри Далеко не это По-моему Вряд ли О, уже какая Мешка не дойдет А если обойти С той стороны попробовать? А там еще глубже Вот туда глубже Потому что видишь Тут как дамба Ну вот оттуда А, если прям оттуда Прям оттуда Обойти По рязке Где рязка Да Ну может быть Давай попробуй Попробуй С лодкой что-то возиться Не охота Чтобы достать утку Я попробовал Зайти с другого берега Но и эта попытка Не увенчалась успехом Дно там оказалось Еще более крутым И глубина не позволила Подойти к битой птице На нужное расстояние В результате Пришлось доставать И накачивать лодку Это конечно Весьма трудоемкий способ Зато добытый трофей Наверняка будет Поднят с воды Примите весла За уткой отец Поплыл сам 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 Вот сюда выплывай Поделись впечатлениями своими от сегодняшней охоты Впечатления приятные Подкрался потихоньку Плавали на воде Но я к ним подкрался, а другие я их не видел в стороне были Меня увидели, поднялись Тогда поднялись и эти Я выстрелил и первым выстрелом двух сбил Но селезень быстро дошел, а утка была ранена Пришлось ее добивать Одним выстрел, второй там промазал Потом третьим сын уже ее успокоил Все Ты сегодня компенсировал мою утреннюю утраченную утку Которая бесследным образом исчезла Вот она нырнула, наверное Наверное, это была под ранок Наверное, тоже нырнула Ну вот она долго лежала на воде Без признаков жизни А на Мамоново первый год, помнишь, лежала? А, ну да Потом исчезла Как будто ее не было Это, наверное, под ранок очухается Так, еще у нас Стаканчик есть? Есть На этом мы решили завершить сегодняшнюю охоту И перекусив, отправляться домой Ну вот и все Закончена наша сегодняшняя охота Она была трудовая Она осталась у нас вознаграждена Достойным трофеем Двумя у папы Прям одним выстрелом Мне еще ни разу не доводилось Одним выстрелом двух уток добывать Теперь осталось перекусить немножко Соберем лодку Заберем уток и домой Там их еще ощипывать, разделывать Песня не быстрая Так что всем привет До новых встреч Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова